Самые тёплые слова нашим героям. В преддверии Дня Победы в Мариел стартовала акция «Поём всем двором». Фронтовые бригады выезжают к домам ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, вдов и детей войны и поздравляют их с наступающим праздником. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. В преддверии Дня Победы эта песня прозвучала специально для Петра Афанасьевича Щербакова. Этим летом ветерану Великой Отечественной войны исполнится 99 лет. Его боевой путь начался в далёком 43-м, служил в 28-й гвардейской миномётной бригаде, освобождал Болгарию, Венгрию, Молдавию и Чехию. Ветерана Великой Отечественной поздравила фронтовая агитбригада. Торжественным маршем прошлись юнормейцы. Участники агитбригады поблагодарили ветерана за мирное небо над головой и посвятили ему праздничный концерт, вручили ему цветы и подарки. Хочешь плачь, а хочешь пой, нам всё реже снится бой, и всё медленнее строй, ветерана. Я всё это отмечаю, всё это вспоминаю. Посетила фронтовая агитбригада и дом-интернат «Сосновая роща». Здесь живут дети войны и вдовы. Под знакомые композиции жители интерната вспоминали, как провожали своих родных на фронт, а также как встретили новость о победе. Несмотря на слёзы, концерт для них стал приятным подарком. Вы пели, и я тоже вместе с вами подпевала. Все песенки знакомые, обстановка вся хорошая. Акция «Поём всем двором» в Морел проходит ежегодно со времён пандемии. За это время она успела стать искренней, душевной, а самое главное – никого не оставляет равнодушным. К таким концертам присоединяются многие. Подпевают и соседи ветеранов. В эти дни фронтовые агитбригады посетят десятки адресов, чтобы поздравить ветеранов, детей войны и тружеников тыла с 79-й годовщиной Великой Победы лично. Они вспоминают время, свою юность, свою молодость. Да, наверное, было тяжело, и нам об этом не стоит забывать, потому что это действительно самый главный, самый великий праздник не только России, Российской Федерации, но и всего мира. Потому что не было бы этой победы, не было бы и нас. Для меня этот праздник особенно, потому что у меня еще и день рождения. Так что это была всегда встреча с родственниками, встреча с друзьями. И сейчас я очень рад, когда езжу и выступаю перед людьми просто на улице. Вот мы во дворах поем, поем где-то на площадях, на бульварах. Ну, смотришь на них и радуешься вместе с ними. В годы Великой Отечественной войны фронтовые агитационные бригады исполняли стихи и песни для воинов, тем самым вносили свой вклад в приближение победы. Такие творческие команды создавались практически при каждой дивизии. Приезда артистов ждали все. Без исключения. Кстати, наши земляки тоже поднимали боевой дух солдат. Марийская фронтовая бригада Павла Тайдемара дала на фронтах Великой Отечественной войны более тысячи концертов.